Всем респект, братва! С вами Мародёр 120 Гигабайт, и пока я тут ездил отмечать годовщину с женой и отдыхал в спа-отеле, случилась крайне забавная и интересная ситуация вокруг игры Escape from Tarkov. Если вы вдруг не в курсе, разработчики Escape from Tarkov анонсировали новое издание, в котором будет доступен долгожданный многими PvE-режим, и заломили на него цену в 11 тысяч рублей. Сколько? А для обладателей предыдущего максимального издания, которое называлось ещё в Darkness, цена апгрейда до нового издания составляла 5500 рублей. Да ты шо, охуел, блядь, сука? Конечно же, подобная наглость подожгла жопой преданных фанатов и обычных геймеров, все были в шоке с подобной ценовой политики. Я изначально не планировал делать видео по этому поводу, так как сам играл в Escape from Tarkov очень мало, поэтому просто ограничился постом в сообществе. Однако ситуация в итоге пришла к довольно интересной и, я бы сказал, значимой развязке. И я считаю, что этот скандал вышел уже за рамки самой игры и её комьюнити, поэтому я всё же решил поделиться с вами всей информацией вокруг игры и, конечно же, своим драгоценным мнением. Так что наливайте себе что-нибудь вкусненькое, берите вкусняшки, а также не забывайте, конечно же, подписываться на Телегу и на Твич-канал, чтобы общаться в онлайне и всегда быть на связи. А мы, наконец, начинаем. Погнали! Для начала я ещё расскажу, что я играл в Escape from Tarkov давным-давно, когда игра только появилась. Сейчас же мне эта игра не сильно интересна, хоть я и признаю её колоссальное влияние в жанре экстракшн-шутеров. Однако сам я туда лезть совсем не хочу, поэтому в основном футажи в этом видео будут из игры Grey's Zone Warfare, которую я сейчас активно играю и планирую сделать по ней отдельное видео. Надеюсь, вы простите мне это небольшое несоответствие, однако, как я опять же уже говорил, ситуация вокруг игры и то, чем она в итоге закончилась, вышла за рамки самого Таркова и представляет интерес для всех геймеров, которые не склоняют голову перед обнаглевшими разрабами и не хотят принимать подобную ценовую политику, в том числе и от других игроделов. Ситуация вышла очень показательной и обнадёживающей. Однако, по моему мнению, всё не так хорошо, как могло бы быть, и сейчас я вам обо всём расскажу. Итак, с чего же всё началось? 25 апреля разработчики из Battlestate Games анонсируют новое издание своей игры и сразу же открывают на него предзаказ. Для купивших это издание заявлено огромное количество плюшек, среди которых увеличенный размер схрона, увеличенный уровень навыков персонажа, увеличенные карманы, дополнительные ресурсы и оборудование, уникальный нож, особый идентификатор в игре, но самое важное — бесплатный доступ ко всем будущим DLC и доступ к долгожданному PvE-режиму с сохранением прогрессии. Однако, после прочтения всех этих замечательных плюшек, игроков ждал, так сказать, Surprise, motherfucker! Цена максимального издания составила рекордные 11 тысяч рублей. А если вы уже покупали максимальное издание, то вам предлагали заплатить всего лишь половину этой суммы, 5 с половиной тысяч рублей. Ну вы понимаете, теперь-то ваше максимальное издание не такое уже максимальное, и разработчики вам, конечно, благодарны за поддержку, однако, если вы сами хотите быть снова максимально благодарными, то придется еще немножечко заплатить. Знаете, я на самом деле уже привык к вот этим вот завышенным ценам в российском регионе. Да, я говорю про все эти игры, которые типа нельзя купить в РФ, но на самом деле можно. Я понимаю, что времена сейчас такие, что даже возможность купить какую-то игру на свой родной Steam аккаунт или на плойку — уже повод для радости. А за радости надо платить. И я понимаю даже тех, кто пытается заработать на голодных до новинок геймерах, заламывая такие цены — это все-таки бизнес. Я также отдаю себе отчет, что для этих игр теперь нету региональных цен, а курс евро и доллара играет не в нашу пользу. Поэтому, когда я вижу цену на игру от барыг на плате.ру, у меня есть два выхода. Либо смириться и купить радует, что есть вообще такая возможность, либо пропустить эту игру. Таковы нынешние реалии, и с этим ничего не сделаешь. Однако к разработчикам Escape from Tarkov у меня все-таки есть один вопросик. Они что реально думали, что вести себя как барыги с плате.ру — это хорошая идея? Типа вон игры от Sony по 10к продаются, давайте не отставать. На хули нам? Бизнесменам. Однако в своей жадности Battlestate Games обошли даже таких мастодонов, как Ubisoft, Electronic Arts и Activision Blizzard. Потому что цена на игру в европейском регионе повергла в шок даже богатеньких геймеров Запада. Там цена на максимальное издание составила аж 250 баксов, и это без учета комиссии. С ней получалось еще дороже. То есть вы понимаете, что разработчики не просто выкатили нам, своим соотечественникам, сумасшедшую цену, как будто бы они продают игру в рублях, но за баксы. Они еще решили, что раз для российского региона такая цена типа норм, то для иностранцев она должна быть в три раза выше. Я просто поплопну. Уровень жадности, которому позавидует любой Бобби Котик, продающий максимальное издание, за жалкие 100 баксов. И я напоминаю, что игра еще официально не в релизе. Уже 7 лет игра проходит бета-тест. Ну вы же видели этот геймплей с Came from Tarkov? Он такой глубокий, что 7 лет бета-теста недостаточно. Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я думал, это просто что-то какая-то там, ну знаешь. Но самое главное в этой истории начало происходить после анонса. Понятное дело, что геймеры со всего мира были в шоке от подобного хода конем на их кошелек и начали массово выражать недовольство везде, где только можно. В соцсети запланили издевательские комментарии, дискорд игры превратился в ад. Сначала не все даже верили в то, что реально те, кто купил максимальное издание, не получат PvE-режим. Однако разработчики заботливо уточнили, что все именно так, потому что, видите ли, дело все такого уровня. Слишком уж крутое, чтобы давать его бесплатно кому-либо. Не очень понятно, почему они не подумали о том, что как бы нифига это не бесплатно. Люди платили за максимальное издание, а получили членом по лицу. Но дальше ситуация начала накаляться еще сильнее и превратилась в настоящее противостояние адекватных людей и Battlestead Games. Поняв, что пахнет жареным, разработчики все же решили как-то отреагировать и выкатили новые бонусы для владельцев предыдущего максимального издания. Но если вы думаете, что они одумались и решили все же поступить по справедливости... Нихуя. Нет, это было больше похоже на подачку, чтобы негодующие наконец заткнулись. В новых бонусах были различные игровые плюшки и с барского плеча разработчики все-таки решили выдать доступ к PvE-режиму на 6 месяцев. Замечательно. Поразительно. Гениально. Стоит ли говорить, что подобный расклад игроков не устроил и пожар продолжил разгораться? После этого в сеть утекла расшифровка, интервью главы студии разработчика Никиты Буянова, которую он дал эмиссарам. В нем он говорит о том, что выкатить премиальное издание за 11 тысяч рублей или 250 баксов очень правильное решение по трем причинам. Во-первых, игра готовится к релизу. Во-вторых, никто никого не заставляет покупать это самое издание. Ну и самое забавное. В-третьих, пора наконец определить настоящих фанатов игры. То есть вы понимаете, да? Игра вот уже 7 лет готовится к релизу, так что заплатите. Но если не хотите платить, то играйте в обрезанную версию, никто не заставляет. Но это значит, что вы не настоящий фанат, блять. Кроме того, в этом интервью Буянов заявил, что раздавать PvE-режим всем это дорого и технически сложно. А на весь негатив ему покакать с высокой колокольни. И ничего менять разработчики не собираются. А если кто хочет уйти играть в другие проекты, может переходить на другую сторону, разработчики в своих решениях уверены. Позже достоверность всей этой утечки подтвердил комьюнити менеджер игры. И скажите мне, пожалуйста, честно, вы когда-нибудь слышали что-то более кринжовое, глупое и недальновидное? Чувак решил собственноручно уничтожить последние остатки репутации разработчиков. Но знаете в чем прикол? Были люди, которые защищали разрабов. Даже в комментариях к моему посту такие нашлись. Если честно, у меня тут даже слов нету. Я просто думаю, что благодаря вот таким вот людям разработчики чувствуют себя безнаказанными и готовы творить подобную дичь в открытую, доплевав на все рамки приличия. После этой утечки, правда, Буянов начал потихонечку давать заднюю. Он опубликовал свое разъяснение, в котором заявил, что после релиза ПВЕ режим будет доступен бесплатно всем владельцам предыдущего максимального издания. А если они хотят улучшиться до нового, то это можно будет сделать со скидкой 50%. А еще, если все-таки очень хочется, то они смогут отдельно оплатить ранний доступ к ПВЕ режиму со скидкой 70%. Бабки, бабки, сука! Бабки! Сука! Благо, большинство геймеров снова пришли в негодование и не стали мириться с заявлениями Буянова, продолжая свой крестовый поход против жадности разрабов. Кроме того, к ним даже присоединились модераторы официального дискорд-канала, которые иронично изменили свои ники, намекая на несправедливость разработчиков. Встречались такие ники, как 100 баксов, чтобы открыть никнейм, купить DLC за 60 баксов, чтобы увидеть ник и плюс 100 баксов, чтобы возродить тиммейта. Но это еще не все. Кроме модераторов, в войну против жадности вступили и другие разработчики игр. Например, разработчики Helldivers 2 опубликовали следующий пост в Твиттере. Истинно верующие могут приобрести костюм CM21Trench Paramedic всего за 250 кредитов. Он отличается увеличенными карманами и дополнительными стимуляторами. Бесплатно для суперграждан недоступен. К ним присоединились и разработчики Days со следующим постом. Лутбандл за 250 баксов распродан. Всем спасибо, раздать его бесплатно всем желающим мы не можем, это слишком дорого и технически сложно. Истинно верующие могут пользоваться набором в течение 6 месяцев. Подъебал, подъебал. И вот после этого до разрабов наконец дошло, что продолжать гнуть свою жадную линию им обойдется дороже. И внезапно все технические сложности в раздаче ПВА режима для владельцев предыдущего максимального издания куда-то пропали. Что за хрень? Черная магия? Колдун ебучий! Никита Буянов, который не считал все происходящее ошибкой, который хотел определить истинных фанатов игры и говорил, что ему все равно, если игроки уйдут в другой проект, внезапно переобулся. Извинился и сказал, что ПВА режим раздадут всем владельцам максимального издания. И на этом эпопея закончилась. И да, вроде как это все можно назвать маленькой победой, но в том-то и дело, что маленькой, а не большой. Потому что по сути для большого количества игроков ничего не изменилось. Новое максимальное издание все еще стоит совершенно неадекватных денег, цена изменилась только для владельцев игры. Да и даже измененная цена со всеми скидками неадекватно высока. А если вдруг ты сейчас с нуля хочешь поиграть в максимальную версию игры, которая, я напоминаю, все еще находится не в релизе, то тебе также надо заплатить 11 тысяч рублей или 250 баксов плюс комиссии. Да, я считаю, что вся эта история показательна, и очень хорошо, что подобных жадных разрабов получилось хотя бы частично поставить на место и добиться справедливости для тех, кто покупал максимальное издание в прошлом. Однако для новых игроков, как я уже говорил, по сути ничего не поменялось, нам продолжают впихивать очень дорогой бета-тест. И все это происходит потому, что по факту конкурентов у Escape from Tark до недавних пор особо не было. Именно поэтому разработчики решили нажиться даже на своих постоянных игроках. Именно поэтому они заломили такую неадекватную цену. Но и именно по той же причине недавно релизнувшаяся в стиме игра Horizon Warfare, в той же, которую вы в этом видосе и наблюдали, несмотря на огромное количество технических проблем, все равно отлично продалась в первые дни релиза. О ней, как я уже говорил, мы, возможно, поговорим в следующих видео. А сейчас я просто скажу, что я уверен, люди устали от подобного поведения разработчиков, которые меняют себя пупами земли. Забывая, что без тех, кто покупает их игры, они бы сосали Бибу. И Таркову очень нужна конкуренция. Поэтому перед тем, как тратить ваши денежки, всегда думайте, кого вы хотите поддержать и стоит ли это делать. Ну и не забывайте, конечно, писать комментарий под видео, что вы думаете по поводу всего этого скандала, довольны ли вы результатом. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, поставить лайк. Я очень благодарен всем за актив. А также, конечно же, жду всех у себя в Телеграм-канале и на Твиче. А на сегодня это все. Не ведитесь на разводы. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов и до новых встреч.